Сегодня наша тема, братья и сестры, 12 соглядатые. Я буду их называть разведчики, потому что соглядатые это такое, мне кажется, не совсем удачное выражение, потому что, вроде, подходившие зачем-то посмотреть. Хотя это, наверное, старое слово, но я в своих объяснениях буду говорить разведчики. То есть, 12 человек было избрано, Господь сказал избрать 12 человек, по одному человеку из колен, чтобы пойти и разведать ту землю, в которую они должны были войти. То есть, Израиль, скажем, настолько, насколько позволяла ситуация, они шли прямо к цели, и вот они оказались у цели. Я не нашел, к сожалению, времени, сколько это заняло у них, но я думаю, что это заняло не больше года, потому что Господь им потом сказал, 40 лет они будут ходить. То есть, может быть, это год, может быть, это больше, меньше было, чуть-чуть. Вот. Суть вот этого события, самая главная суть, они дошли до желанной цели, и осталось последнее войти туда, вот, и народ отказался, поднял бунт, сказал побить камнями, значит, Моисея и Аарона, вот, и Господь вынес приговор, чтобы они 40 лет ходили, пока старшие люди не перемрут. То есть, вот они были близко у цели, вот, и они туда не вошли. И не вошли вообще. Я так вот думаю, что основной, вот, как бы, урок в этом, что когда мы у цели, или когда христианин достигает какой-то цели, здесь его поджидает самое тяжёлое испытание, и самое тяжёлое искушение, вот, в котором нужно остаться верным. Продолжает у меня быть такое вот чувство, вот, как бы, вот, мы разбираем библейскую историю, и всё время, как бы, негативные вещи. Хотя, например, как дарование закона, это не негативные вещи, вот, Господь давал им манну, Господь благословлял, и Господь их прощал, вот, это тоже позитивные вещи. Но, поскольку мы живём, мы живём во плоти, в греховной плоти, то борьба и падение, прогрешение – это обычное явление. Вот, и поэтому для нас это образы. Хотя, можно сделать оговорку, в связи с тем, что мы имеем Дух Святой, мы имеем возрождение, вот, то духовное состояние возрожденных живых детей Божьих, оно намного, вот, выше. Но таких у людей очень мало, они в меньшинстве. Итак, 12 саглядатых. И сказал Господь Аврааму, значит, вопрос очень серьёзный, который, я думаю, практически будет у многих вставать, они шли в землю, где жили народы, земля прекрасная, то есть там жили нации, вот, и фактически, если серьёзно так вдуматься, мы, конечно, наши симпатии на стороне Божьего народа, но как это выглядело со стороны, прийти туда, истребить народы, которые там живут, вот, и войти, и, как бы, там царствовать. Чтобы было понятно, как это было решено, я хочу процитировать в Бытие 15 главу слова, которые Господь говорил Аврааму. То есть Господь обещал Аврааму, что он должен был выйти из дома, из родства своего, из Месопотамии, где он проживал, пойти на землю, он путешествовал по этой земле, и Господь сказал, что я через тебя произведу народ, который будет моим народом, и дам вам землю. Вот, и вот Авраам ходил, видел эту землю, но дальше Господь ему говорит, сказал Аврааму Господь, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, то есть в Египте, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Реально там вышло, по-моему, 420 или 430 лет. Но я произведу суд над народом, то есть над египтянами, у которого они будут в порабощении, и после сего они выйдут с большим имуществом. То есть евреи вышли богаты, они там подалживали по каким-то разным путём у своих соседей, золотые вещи и так далее. И вот Господь тогда ещё это предсказал. И в четвёртом роде только они возвратятся сюда, ибо мера беззакония Мареев доселе ещё не наполнилась. То есть был народ, который совершал беззаконие, Господь ему дал определённое время, эти люди могли остановиться. Но когда наполнилась мера беззакония, то тот Господь, который даёт жизнь, даёт землю, поселяет народы, он производит над ними суд. И вот Господь говорит, что я не могу ещё совершить суд, я не могу ещё, пока нет полной меры беззакония, и не могу их изгнать с этой земли. Но когда они дополнят эту чашу, тогда я совершу суд, и земля будет свободна для моего народа. Вот таким образом этот вопрос находится в ведении Бога, который имеет право совершать суд. И Израиль получил эту землю на основании судебного решения самого Бога. Вот так в жизни бывают различные ситуации. Суд выносит решение, у кого-то что-то отобрать, кому-то что-то дать, виновными, и так далее. То есть Израиль получил эту землю по судебному решению Бога. И вот сегодня, буквально даже сегодня, я сейчас прочитал в известиях, сейчас большое напряжение и с арабами, с сектором газа, с палестинцами, с Ираком, который со стороны Сирии запускает ракеты в Израиль. И вот премьер-министр Израиля, это же крошечная страна, звонит Путину и говорит, если у вас там есть расположение ваших войск, вы, пожалуйста, уберите, потому что мы будем атаковать в Сирии, атаковать позиции, иракские позиции, иранские позиции. И сравнить там, кто такой Путин и Россия, и маленький Израиль. И вот так себя, как бы, позиционирует и ведет серьезно, авторитетно, вот премьер-министр маленькой страны. Почему? Потому что они опираются на то, что это Бог дал им землю, никто не имеет права их отобрать, и наоборот, они эту землю постоянно расширяют до тех пределов, которые им когда-то дал Бог. Они не опираются на это. И, конечно, мы понимаем то же самое, что в мире, в мировой истории, вот, являются легальными решения Божьи. Не те, как люди решили, кто кому Крым отдал, или кто в Израиле две тысячи лет проживал, а Божье определение. Вот мой отец рассказывал, что старики в его молодости собирались и говорили, когда же образуется Израильское государство. Потому что Израильское государство, по-моему, в 1947 году было провозглашено. А до сих пор там были поселения еврейские, арабы были, и Англия контролировала, то есть, вот, контролировала порядок там. А в 1947 году Организация Объединенных Наций объявила о создании государства Израиль. Вот. То есть, вот, сейчас мы с вами сегодня, мы рассуждаем о том, как они подошли, вот, в результате многих чудес, падений, они подошли к границам обитованной земли, и что там произошло. «После сего народ двинулся из Асерофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананскую, которую я даю сыном Израиле. По одному человеку от колена отцов их пошлите главных из них». Это важно, надо запомнить вот этот вот момент, что Господь выбирает главных людей, доверенных людей из колен, чтобы они пошли, значит, осмотрели землю, вот, и доложили, как бы, скажем, то есть, убедились, что это та земля, в которую обещал Бог, то Он обещал везти их в землю, где течёт молоко и мёд. И вот Господь взял лучших людей, вернее, поручил Моисею отобрать лучших людей, что и было сделано. «И послал Моисей высмотреть землю хананскую, и сказал им, пойдите и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он, слаб, малочислен, или многочислен, и каковы города, и какова земля, тучна ли это земля или нет, будьте смелы, возьмите плодов от земли, было же это время созревания винограда». То есть посылают разведать, донести, потому что стоял ответственный момент, и вот, как бы, скажем, они отправляются в путь. «И пошли, высмотрели землю от пустыни Син, и пошли в южную страну до Хеврона, и пришли к долине Есколы, срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли её на шесте двое, взяли также гранатовых яблок и смог». Вы представляете себе, братья и сёстры, эту кисть винограда? Мне трудно поверить, я не знаю. Вам легко это поверить? Но я в это верю. Я в это верю, что это была такая вот кисть винограда, вот, потому что так это написано. И не только написано, даже нарисовано. «Место сие назвали долину Исхол, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней». Я вам хочу такой интересный пример рассказать. Как вы думаете, вот можно на пне поместиться, например, двадцать человек, чтобы стали? Можно? Кто видел такой пень? Только дерево такое видел, да? Дуб такой видел, да? Мы были в Калифорнии, мы с Марьей Ивановной были у родственников Калифорнии, нас повезли высоко в горы, и там, значит, вот, просто в вековые эти, я уже не помню, как деревья, секвоя, ну, может быть, там даже, может быть, там это не секвоя даже. Да, в горах. И вот там, значит, много этих деревьев, представьте себе, дерево раздвоенное, вот так вот, под ним может пройти легковой автомобиль. Вот, мы там проходили. И вот на этом пне, мы ещё где-то сфотографировались, у нас есть фотография. Поэтому, как бы скажем, мы просто это не видели, мы просто это не знаем. Вполне, как бы, это, если бы увидели, то тоже бы не поверили. Итак, они высмотрели всю землю и возвратились через 40 дней. Это тоже очень важно, что они ходили 40 дней. Вот нам интересно сейчас посмотреть на карту, где они вышли. Вот это вот, Мера, Ирия, Ильим, пустыня Сиин, Синайская пустыня. Вот это вот, мы видим вот такие, так называемые станции, или места их стоянок, которые упоминаются в Библии. Вот это вот то место, где они могли пройти напрямую, но вот Господь их вёл в пустыню, испытывая их. И вот они шли сюда и дошли до этого места. Вот мы упомянули пустыню Син, а дальше уже вот Версавия, это граница, вот уже Ханаан, вот, и они дошли до города Хеврон. Кстати, Хеврон есть сейчас, вот Иерусалим, и вот, и дальше вот здесь вот, это у нас что, солёное море, дальше будет Иордан, будет Галилейское озеро, это север, вот юг. И вот вы видите, что первый раз Господь их подвёл вот со стороны южной, то есть это граница с Египтом, и они должны были по суше войти вот сюда, значит, вот в этот вот город. Вот сюда. Но, значит, вот тут-то и произошла остановка, и вот в результате этой остановки они спустились вниз. То, что известно в Библии, вот, они ходили 40 лет, но в Библии отмечены только вот эти точки, и они уже потом, значит, переходили через Иордан. Вот, они стояли стоянкой, значит, там вот, то есть они уже переходили через Иордан. И пошли, и пришли к Моисею и Арону, и к всему обществу сынов Израилевых, и принесли им всему обществу ответ, и показали плоды земли, и рассказали, мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней подлинно течёт молоко и мёд, вот плоды её. Вот первая часть этого доклада разведчиков, она соответствует действительности, вот, и, как бы скажем, народ смотрит и радуется, что ожидания исполнились. «Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укреплённые, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живёт на южной части земли, тот Амалик, который на них нападал уже. Хитей и Евусей и Амарей живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана». То есть уже непосредственно туда, куда они должны дойти, вот, куда, как бы скажем, идёт и Господь. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем и говорил, мы пойдём и завладеем ею, потому что мы можем одолеть её». То есть в результате этих разговоров в народе возникает, то есть они усиленно, как бы подспудно, говорят о том, что там укреплённые, люди сильные, люди крепкие, вот, и дают понять, пока ещё разговор на открыто не выходит, что будут у нас очень большие трудности. Но Халев, который был одним, был Халев Иисус Новин в числе 12 человек, успокаивал народ и говорит, мы пойдём и завладеем ею, потому что мы можем одолеть её. Вот здесь мы видим две категории людей. Одни люди, которые видят трудности, а другие люди, которые верят в то, что трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Наша жизнь постоянно состоит из трудностей. Одни ищут причину, чтобы не делать, а другие ищут причину, чтобы делать. Вот, эти нашли причину, чтобы не переходить, А Иисус Новин, Он видит, Он, вернее, Халев, Он уверен, что мы пойдём, завладеем, потому что мы можем одолеть её. В сопровождении многих чудес Бог непосредственно сам через столб огненный и облачный привёл народ к границе обетованной земли. То есть, мы сейчас обращаем внимание на тот факт, что они при очевидном водительстве Божьем пришли к этому месту. Вот, если бы не было этого видимого знака, а Моисей, просто, как бы, скажем, полагаясь на свой опыт, интуицию привёл, тогда были бы какие-то основания думать, ошиблись они, не туда попали, не с той стороны, и так далее. Но их сам Бог привёл. Кроме того, это было в сопровождении многих чудес, падений, вот, слава Господне являлась в скине, вы помните, они ждали Мариам, когда она исцелится, и вот они пришли уже. То есть, Господь, так сказать, за руку привёл их к этому месту. Посланные разведчики и принёсенные плоды говорили о верности Божьих обещаний везти в землю, где течёт молоко и мёд. То есть, то, что Бог обещал, что там будет очень хорошо, кстати, почему текло, это буквальное выражение, это не просто фигуральное. Вот. Мёд, значит, это были дикие пчёлы, которые собирали где-то в дупло этот мёд, и он там тёк буквально по деревьям, то есть, такой избыток был. А молоко, по-видимому, это много этих животных было, там, коровы или прочее, то есть, всё там было, залейся, то есть, была пища, соответственно, были животные, и, то есть, там текла, там было изобилие пищи. Вполне естественно, было ожидать, что люди, живущие на этой земле, будут её защищать. То есть, другой аргумент, что нет ничего удивительного, когда они шли, я не думаю, что они думали о том, что они придут туда, и там уже будет, значит, пустые дома, или там просто поля, вот, будет изобилие, а людей не будет. То есть, это вполне понятно, они шли, постоянно встречали военное сопротивление, на них нападали, и, естественно, нужно было ожидать, и, как бы, вот, морально к тому готовиться, что должна быть какая-то битва, вот, и так далее. Вот. Но, увидев реальную трудность, неверные разведчики проявили позорную трусость, потому что они имели веры и упования на Бога. Неверные не имеют веры и упования на Бога. Вот здесь их догнала их проблема. Они не были преданы Богу, они любили Египет, и вот все те мелкие отступления, мелкие и крупные отступления, которые у них были, и с которыми, казалось, можно жить и мириться, сыграли здесь вот роковую роль. Они не смогли войти в обетованную землю. Знаете, даже вот вчера была, например, такая записка, что вот Господь за такой-то грех уничтожал народы, а вот мы как бы там, а вот нас Господь не наказывает. Ну и в целом у нас у всех такая вот психология. Вот сегодня хорошо, ну согрешили мы, обманули там, неважно, больше мы сделали, меньше грех. Ну и как-то же мы живем. Ну там начнут-ка что-то, какое-то издержки у нас произошли, но мы не умерли, вот и все благополучно прошло. И многие христиане так живут. Но вот здесь сильнейший урок, что то неверие, то противоречие с Богом, неповиновение Богу, оно ждет своего момента, когда должно быть основополагающее решение вопроса. И тогда неверие сыграет свою роль. Так вот и получилось. Эти люди, они были по-своему верующие, вот они шли, они хотели, но внутри они допускали определенное нечестие, прогрешение. И с этим не боролись, плоть эту. И оказались в ответственный момент пленниками этой плоти. То есть мы не можем измерять ситуацию, вот скажем, наше неправильное отношение с Богом, мириться с ними, потому что мы прожили день хорошо, там ребенок крещение принял, мы имеем какие-то благословения, и нам кажется, что с этим можно жить. Просто это, скажем, когда сатана имеет место, он ожидает, когда нанести свой смертельный удар. И тогда уже будет поздно. Поэтому, когда Господь говорит, трезвитесь, бодрствуйте, молитесь, очищайтесь, освящайтесь, он все это предупреждает. Но мы отталкиваемся на спокойствие сегодняшнего дня. День прошел нормально, все было хорошо. Но сатана ждет своего, а Бог тоже дает время человеку, увещевает. И потом приходит момент, когда Бог оставляет человека, то есть они лишились этой защиты, а сатана захватывает власть и воспроизводит в них страхи, и подталкивает их к бунту. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми. Говоря, земля, которую мы осматривали, есть земля, поедающая живущих на ней. Обратите внимание, они наводят страх. И говорят, значит, что сама земля уже плохая. То есть, я читал вот толкование, Макинтош говорит, где-то что-то говорил, что якобы, имелось в виду, что там какой-то воздух плохой. То есть, они хотят сказать, что земля сеет смерть. То есть, вот это место, где люди погибают. Они противоречат сами себе. Во-первых, они вот такое изобилие, много людей, укрепленные города, сильные люди. И тут, когда им надо, они распускают худую молву, и вы уже понимаете, вот бывает плохое известие, мы думаем сказать об этом кому-то или так далее, или обществу сказать, что панику не сеет. То есть, как бы, скажем, человек не спешит распускать эту молву. В данном же случае они спешили рассказать, чтобы убедить всех в том видении, вот в том неверии, в котором они сами были. И, кстати, я хочу сказать вот что. Вот распускать молву по секрету всему свету, это не Божье дело. Особенно негативные какие-то вещи. Если это просто какая-то нейтральная информация, а вот о ком-то распускать молву, я думаю, что вот, как Господь говорит, люби ближнего, то как самого себя. Как это любить? А вот, скажем, например, что-то случилось у человека, потерял он, или Бог его там наказал, или он попал там в какую-то неприятную ситуацию, он вообще не спешит кому-то рассказывать. Вообще не спешит хотя бы одному человеку, он пытается это скрыть. Но когда вопрос касается худой молвы других людей, а если он еще касается какой-то идеи, с которой мы не согласны, то тут сразу, как бы вот включается вот эта худая молва, и она имеет определенную активную силу греха, силу исходящего от дьявола. Вот люди любят этим пользоваться, один другому, как бы, скажем, вот распространяет. И вот здесь произошел такой вот этот вот момент. Но они, посмотрите, как они заврались. Они говорят такие уже страшные вещи, что вообще земля плохая, потому что она поедает живущих на ней людей. И тут же говорит, народ, который мы видели, люди великорослые, там видели мы исполинов, сыновьенаковых, вот исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы в глазах их. Ну, говорят так, что у страха глаза велики. Тот же самый Халев выше говорил, не бойтесь, мы можем, мы пойдем, мы завладеем. То есть он видел одно, люди, имеющие проблемы в отношениях с Богом, проблемы в своем освящении, в отношении к Египту, они видят эту ситуацию совсем по-другому. Цель дьявола – не допустить народ в обетованную землю. Мы же это помним. Вот здесь есть казни, которые Господь применял для того, чтобы фараон отпустил. Потом фараон погнался, мы помним переход через Черное море, мы помним, как они роптали, в конце концов, они сделали тельца. То есть все это была борьба, планомерная борьба, чтобы не допустить народа Божьего в обетованную землю. И здесь вот сатана наносит этот решающий удар. Писание говорит, «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». То есть мы хотим узнать причину, коренную причину, почему эти знатные люди, лучшие люди, выбранные из 12 колен, пошли на такой шаг, что, во-первых, они испугались, они проявили неверие, во-вторых, что они стали распространять, работать против цели, которой шел весь народ, и фактически работали против Бога, потому что Бог их привел на это же место. Что с ними произошло? Ведь это все противоречит логике, зачем тогда они шли. Так вот, Писание говорит, что нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Человек боится, потому что он нечестивый. Вот следствие нечестия всегда является страх. Причина страха и отсутствия упования на Бога скрыты внутри греха. Давая место греху, человек дает место дьяволу. Нечестивые разведчики распускали худую молву и побуждали народ к бунту. Изначальная цель дьявола не допустить народ в обетованную землю, поубить их. То есть, они были нечестивы внутри. И когда они давали место греху, они давали место дьяволу. Задача дьявола не допустить народ в обетованную землю. И дальше он навел на них большой страх. И они теперь, по сути дела, управляли дьяволом, как Легет управляет хором. Он заставлял, чтобы они распространяли эту молву. И они работали на эту цель дьявола. То есть, на самом деле, если мы возьмем за основание текст Писания, то мы поймем, что они просто жили в нечестии перед Богом. И пошла соответствующая реакция. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея, и Аарона, все сыны Израилевы. И все общество сказало им, ой, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в Пустанисей. Скажите, я вот так вот мешаю вам видеть, или всем нормально? Неверие приводит к безумству. Народ больше доверялся мнению людей, чем словам Бога. Вот это нас поражает. Господь говорил, Господь обещал, Господь привел, но пришло 12 человек, 10 из них говорит одно, два говорят другое, и они выбирают, по сути дела, оказывают доверие свидетельству 10 человекам, и по ним строят свое поведение. Здесь можно увидеть определенную закономерность. Вот как эти 10 человек потеряли веру или не имели веры в результате нечестия и оказались жертвами сатаны и его рабами, и работали на его цель, так соответствующий, соответственно, и народ. Те люди, я не думаю, что это абсолютно был весь народ, но вот те люди, которые жили в верных, неправильных отношениях с Богом, они всегда будут верить нечестию. Это видно на практике. Они любят слушать этих проповедников, они любят читать эти книги, они говорят этими фразами, они опираются на эти доктрины и так далее. И мы видим здесь определенную закономерность. В этой закономерности есть один закон. Не всегда большинство право или большинство всегда не право. Это если бы так сказать, вот в этом ракурсе рассматривать. То есть большинство не может служить источником истины. Большинство тогда может быть право, когда оно находится в чести, но вот здесь мы видим ярко на этом примере, вот если бы они сейчас поставили вопрос на голосование, что делать, вот, да не надо, они все проголосовали за то, чтобы возвращаться в Египет. При отсутствии веры или сознательном противлении Слову Божьему, сатана беспрепятственно завладевает разумом. Когда человек имеет веру в Бога и когда он сознательно не противится Слову Божьему, вот человек несознательно может понимать место, но он рад понять Божью волю. Когда он верит Господу, тогда он с доверием читает Библию, и Господь ему открывает истину. И даже если ему говорят какую-то неверную информацию, все равно он ее не принимает. Он говорит, я не знаю как, но это не так. Он чувствует, что это не так. Но когда человек сознательно противится Слову Божьему, либо не имеет веры вообще в Слово, тогда он беспомощен, тогда сатана беспрепятственно завладевает его разумом. Неверие народа привело к безумству. То есть у них не было этого сопротивления сатане. У них была просто пустая голова. Неверие там все вытеснило. Неверие привело их к безумству. Смотрите, что они говорят. Они пожелали лучше умереть в Египте и в пустыне, где блуждали, чем с верой войти в обетованную землю. И все общество сказало, ой, если бы мы умерли в земле египетской или умерли бы в пустыне сей. У человека сильнейший инстинкт жизни. И все, что касается смерти, вызывает у человека отторжение. Мы даже боимся кладбища, где спят или живут люди, как бы все умершие. Ничего там нет. Но у нас инстинкт перед смертью. Здесь, вы посмотрите, у них настолько сатана завладел их разумом, что у них даже нет страха перед смертью. И они говорят, лучше умереть было бы в земле египетской. Или даже, вдруг, получше бы. Лучше бы легли ко сьми в пустыне, чем войти в обетованную землю. Но даже если бы вам, многим, пришлось погибнуть в войне, или если бы вы все погибнули в войне, то какая уже разница, где умирать, если уж вас Бог оставил? Неужели там это было легко? Легко умереть в пустыне от жажды и от голода? То есть до какого безумия доходит народ, когда у него нет неверия, когда в нем неверия, когда он сопротивляется Божьему слову? Сатана завладевает разумом, потом начинается сплошная тупость, сплошное безумие, сплошная глупость. И для чего Господь ведет нас в землю сиють, чтобы мы пали от меча, жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Как блуждает их немысль. Дальше они говорят, что для чего нас Господь ведет? То есть, вы понимаете, они понимают, что их Господь ведет. Теперь они услышали, что там укрепленные города. Ведь мы даже не знаем, какой план был у Бога. И они не знают, какой план у Бога. Не сказал им Господь, что заточите мечи и пойдете сейчас воевать. Бог этого не сказал. Но они уже себе нарисовали такую картину, потому что обычно это люди грамотные, люди начитанные, люди знатные. Вот мы видим по этим десяти человекам, которые пошли. И вот они уже рисуют себе такую картину, что Господь ведет их, чтобы они пали от меча. Они уже в это верят. Дальше мужчины падут от меча, а жены и дети достанутся в добычу врагам. Вот что они верят. Если не верить Богу, если не верить в Писание, тогда люди будут верить во всякие глупости, которые нарисовал сатана, к погибели их душ. И что дальше возникает, какая у них мысль возникает? Не лучше ли им возвратиться в Египет? То есть, они прошли этот путь, и они глубоко разочаровались в Боге. Потому что Он предал их, Он сейчас просто хочет завести туда, чтобы их убить. Но может здравый человек вот так думать? Мы знаете как? Мы слишком поверхностно воспринимаем Писание. Оно как-то для нас просто как история. Вот представьте себе эту картину этих живых людей. Отцов семейств, матерей, знатных людей, умных людей. У них же была религия. Они поклонялись этому Богу. Они верили в эту идею обитованной земли. Они пошли за ними. И сейчас вот они накрутили себе всё это, и это сделала худая молва. Это всё кухонные разговоры. Сначала между женщинами, а потом от женщин к мужчинам. И весь народ находится в таком безумном экстазе. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Сначала они задают вопрос. То есть они идут как по накатанной дорожечке катиться. Вот этот снежный ком. Сначала страхи, выдуманные. Вот что они падут. Дальше возникает идея, не лучше ли возвратиться в Египет. А потом рождается конкретный план. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. То есть это народ бурлит, обговаривает одну идею, от неё отталкивается, её дальше. А факт-то пустой. Ничего же нету. Они ещё не попросили Господа. Можно же было молиться Господи. Что нам ты скажешь? Они просто верят этих десяти человеков. Я хочу сказать, это закон. Когда будут верить сплетникам, нечестивым людям, грешным, подлым, которые являются инструментами сатаны. Вот этим будут верить. И не только верить, будут восставать на служителей. Будут принимать безумные планы. Почему? Да потому что нет Бога в совести их и в уме их. Они потеряли это. Здесь, поставим себе начальника, возвратимся в Египет. Здесь обнаружатся скрытые причины, которые управляли нечестивыми разведчиками и большинством народа. Они вышли из Египта. Но Египет не вышел от них. Они не отреклись и не отделились от Египта в своей вере и практической жизни. Они не сожгли мосты. И поэтому при каждом искушении сатана, князь мира, поворачивали их мысли и желания в позорное рабство, откуда их вывел Бог. У них постоянно, у них же другой цели нет, если не сюда, туда, в Египет. И почему же это происходит? Бог-то их вывел. Почему же они уже на границе, на пороге обетованной земли, в земле, снова хотят избрать себе нового вождя и вернуться в Египет. Почему? Потому что естественная, очевидная причина. И Египет живет в них. Вы скажете, как? Они же вышли. Да, они вышли. Они, но они не отреклись от Него, не осудили Его. Смотрите, как Господь говорит. Не любите мира, не того, что в мире, все, что в мире, похоть плоти, похоть ячей, гордость житейская. Но мы сейчас с пеной на глазах будем говорить, убеждать и проводить вечера, что там не все так плохо. Или же наоборот, говорить, да, 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 аминь, любить этот мир и брать этого мира. Он живет. Они не отреклись и не отделились в своей вере. Помните, они сделали чельца, подобно, как у Египта. И в практической жизни они копировали этот Египет. Для того, чтобы в нас не жил этот мир, для того, чтобы наши дети не получили это проклятое наследие, для того, чтобы через все наши поры при каждом кризисе этот Египет не возвращался, чтобы сатана не разворачивал нашу голову, чтобы не падали, надо отречься, надо сжечь мосты и понять, что мы здесь странники и пришельцы на земле, что мы экстратерриториальны, мы украинцы, но мы христиане, мы принадлежим Богу, наше гражданство на небе, мы служим царю царей, мы царственное священство, нужно войти в совсем другую реальность. Но они шли сюда, но фактически в сердцах и был храм, живущий у них Египта. А Господь говорит, нельзя служить Богу и мамоне, ибо одному будут служить, а другому будут не родить. Так у них и получалось, что до какой-то поры они мирились с этим, но в кризис Египет брал свое. То есть на самом деле там был сатана, там были бесы, которые действовали на них, но действовали через те связи, через те мысли, через те традиции, привычки, посредством которых они были связаны с Египтом. «И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус Навин, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, и из осматривающих землю разодрали одежды свои и сказали всем обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь будет милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не выставайте, не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на сей день, защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». То есть есть духовное видение, они это видят, они в этом уверены, но это люди веры, это люди, которые вышли из Египта, которые отреклись от Египта, в которых в сердцах которых живет Господь, они видят одну духовную реальность, которую открывает Господь. Вся остальная масса народа, это 99,9% видят то, что нарисовал им сатана, и готовы развернуться, идут и идти через пустыню. Вы подумайте еще на такую вещь, ведь они выжили в пустыне, почему? Потому что Господь их кормил манной, потому что Господь их кормил этими перепелами, мясом, Он им разверзал скалу и давал воду. Ведь даже логически подумать, что они-то не могут перейти, но они готовы сейчас заменить и Моисея, и повезти. Вот эти вот 10 человек стоят впереди, знатные люди, и они как бы готовы повезти. Но это же равносильно самоубийству. Никто это реально оценить не может. И так это в жизни, так это в нашей жизни. Многие высказывания, позиции, мечты, но реальность мы не понимаем, что уже мы и назад не можем вернуться, и туда мы не зайдем. Наступает момент, когда у пророков Божьих кончаются слова против неверия и нечестия. Часто Моисей и пророк, и Аарон говорили. Вот наступил момент, когда, смотрите, что они сделали. Пали на лица свои перед собранием общества сынов Израилев. Не было слов. Они просто пали, они не отступили. Толпа может их растоптать. Они умрут здесь. Но они, они свидетельствуют о том, что они стоят на том, во что они верили. И только вот молодые люди, Иисус Новин и Халяв, пытаются еще что-то сказать. Из десяти разведчиков только два человека остались верными и не побоялись выступить против разъяренного общества. Но народ склонен больше верить тем, кто зовет в Египет, чем тем, кто ведет Ханаан. Они склонны больше повиноваться земным авторитетам, чем тем, кто стоит на стороне Бога. Увы, такая печальная реальность. И сказала всеобщество побить их камнями. Но слава Господне явилась кинь собрание всем сынам Израилева. Начавшись с малого неверия и страха, бунт всегда приводит к логическому концу. Побить верных камнями, развернуть курс к жизни желанной в распутной свободе и погубить в пустыне душу и тело. У пророков могут кончаться слова и силы, но Бог медлит, но не опаздывает. И в последний момент Он приходит для своего приговора. И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, доколе он будет не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди его. Поражу я его язву, истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленней и сильней его. Но Моисей сказал Господу, прости грех народу своему по великой милости Твоей, как ты прощал народ сей от Египта до селя. И сказал Господь Моисею, прощаю по слову Твоему. Но все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мной в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз, и не слушались глаза моего, не увидят земли, которую я склятываю обещал от самих, все раздражающие меня не увидят ее. Моисей верен в своей любви, верен в своему народу, и хотят побить камнями. И, собственно говоря, если бы не Богосподь, их просто бы там растоптали и избили. Он снова встает в защиту своего народа. Вот я полагаю, что те люди, которые там бунтовали, все люди, которые бунтуют, они не думают за народ. Каждый думает за себя. Каждый находится вот в изолированном мире, который ему нарисовал сатана. В своих аргументах, в своих убеждениях. И он не думает, как будет со всеми. Он не думает, как эти два с половиной миллиона будут идти. Почему? Потому что он находится просто в своей неправде. Начальники, которые 10 человек, они думают, как они будут править. Может быть, они уже думают, как поделить между собой власть. То есть каждый думает о себе. Но Халев и Иисус Лавин, они не думают о себе, когда они восстали против этого разъяривания народа. Они реально понимают, что миг и народ их может растерзать. Моисей думает опять о народе. Как только Господь стал защитой и изрекает свой приговор, Моисей вступает за народ. Вот отличие. Каждый может проверить себя. За что он думает? За свой комфорт, за свою самооценку, за свое благополучие. Или он думает за народ. Он думает за всех. Это одно отличие. Потому что страдает ли один человек, страдает с ним все тело. Но человек, который не страдает, когда страдает все тело, он мертвый в этом теле человек. И так Господь выносит свой приговор. «Но раба моего халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семья ее наследует ее». Вот еще обратите внимание. В нем был иной дух. То есть в этих людях был не чистый дух. В этих людях был дух сатаны, который вел в заблуждение. Халев руководствовался духом святым. И поэтому Господь говорит, «Я дам ему землю и семя его». То есть наследники наследуют эту землю. Дети его будут благословены. «Скажи им, говорит, скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которую я, поднимая руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Ифонина, и Иисуса, сына Давида». Интересно, что даже Моисей и Арон не войдут в обетованную землю, потому что не явили святости перед Богом. «Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я веду туда, и они узнают землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне». Здесь Господь употребляет жесткое слово «блудодейство», чтобы все поняли, неверие против Бога, отрицание Слова Божия – это служение сатаны. Почему употребляется слово «блудодейство»? То есть измена Господу. Всякий грех несет в себе семя блудодеяния, и всякий грех является духовным пролюбодеянием и ведет к блудным делам, физическим делам в жизни. И Господь им прямо говорит, что они совершали блудодеяние, то есть измену. Итак, все погибнут, дети же войдут. То есть я докажу вам, вы говорили, что они падут, я их введу туда. По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши в сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я Господь, говорю так, и сделаю совсем злым обществом, восставшим против меня в пустыне всей. Все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и распустивший худую молву о земле, умерли, был поражен перед Господом. Только Иисус, сын Навина и Халев, сын Ифанин, остались живые из тех мужей, которые ходили осматривать землю. Обратите внимание, здесь не описывается, какая смерть посетила их, но это похоже, что прямо при обществе эти 10 человек были поражены. То есть Господь говорит о неверных, о тех, кто распространяет худую молву, кто смущает народ, кто является фактически виновником и причиной такой смуты народа и то, что народ развернулся. И сказал Моисей слова сие перед сынами Израилевым. И народ сильно опечалился. И встал рано поутру, пошли на вершины горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Вы поняли, куда они хотят пойти? Моисей сказал, для чего вы поступаете по велению Господа? То есть Господь уже высказал свой приговор. Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо миликитяне, хананеи там, перед вами, вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Господа и не будет с вами Господа. Что происходит с этими людьми? Их озарило. Они поняли, что действительно совершили зло. Что это страшно. Когда умерло 10 предводителей, были поражены Богом, не стало лидера, который поведет их назад в Египет. И они поняли, что, конечно, все это правда. Но эти люди опять не видят себя. Они не могут, почему? Потому что надо отречься, надо вернуться к корню, разманать этот клубочек, уничтожить истинные причины, покаяться перед Богом. Тогда они увидят все, как Господь видит. Но они, как Ванька-Встанька, их толкнули, они сейчас встали. Господь им все объяснил. Они говорят, нет, вот теперь мы пойдем, и теперь мы сразимся, раз Господь с нами, мы сразимся, мы победим, а теперь они уже хотят выполнить. Вот насколько у них, вот люди неопытные могут сказать, да это же люди, ну кто же не ошибается, вот они ошиблись. А теперь они снова готовы пойти, и вот сейчас все, они уже поверили. Они поверили на 200%, в то, что сейчас они пойдут, они победят, они войдут. А Давид им говорит, Моисей говорит, люди, ведь Господь сказал свое слово. Вы же тогда должны придерживаться Божьего слова, но они этого не слышат. Погибнете, ничего с этого не получится. Но, во-первых, с одной стороны у них страх, а с другой стороны это импульсивные люди. Их опять ведет сатана. Туда, куда он их воздерживал, сейчас он опять их туда ведет. И в глазах народа это выглядит очень убедительно. Они просто сделали маленькую ошибочку. И вот сейчас они ведут, и они, значит, как бы докажут, что все нормально. То есть вот мы с вами, ты, Моисей, не хочешь, а мы пойдем. Но они дерзнули подняться на вершину горы. То есть там, по-видимому, были, ожидали их уже. Ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. Для них это немаловажно. Они не признают Моисея, который просит их. И сошли амаликитяне их, а на ней, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до хормы. У нас было мало времени, братья и сестры, для того, чтобы проанализировать до конца, скажем, психологию, то есть вот логику всей этой взаимосвязи и всех событий. Но я думаю, что вы поняли главную суть вот этих событий, главную логику этих событий. Было неверие, было нечестье, была связь с Египтом. То есть Египет из них не вышел. Сатана ожидает момент, когда силы, дремлющие в середине, проснулся, и тогда он с ними опять управляет. Видите, он управляет их, просто как я управляю вот этим вот пультом. Кнопку нажал, сначала они не пошли, а потом они пошли. Господь рассматривает эти вещи очень серьезно, выносит очень серьезный большой приговор. Они оказались недостойными вечности. Они являются нам прообразом. Будем помнить, будем брать для себя уроки, будем освящаться, будем судить сами себя, вот с тем, чтобы видеть истину так, как она есть. Тогда мы будем понимать эту истину так, как понимали эти люди. Халев, Иисус Новин, Моисей, Аарон, вот там, где ковчег Господен, там, где пророки Божии, там мы с ними, там мы должны брать с них пример веры. Аминь. Аминь. Продолжение следует...